Добрый вечер! В эфире на Вурайской вещательной компании информационная программа «Объектив». На календаре 13 июля вторник в студии Альбина Бабкова я и мои коллеги готовы рассказать о самом главном. Смотрите в этом выпуске новостей. Евгений Куйвышев в Верхней Салде заявил о необходимости ускорить выплаты людям из потопленных домов и на месте дал еще ряд поручений штабу. Обновление дошкольных учреждений на Вурайска продолжается. На выпуске расскажем о ремонтах трех детских садов. Креативная экономика Свердловской области. Сегодня рок-музыкант Вадим Самойлов, возглавляющий региональный продюсерский центр федеральной программы «Рурбан Креатив Лаб», познакомился с новуральскими площадками, которые могут стать локациями для творческих лабораторий. Школа «Росатома» объявляет голосование за лучший ролик на тему общегородского выпускного в июне нынешнего года. Евгений Куйвышев в Верхней Салде заявил о необходимости ускорить выплаты людям из потопленных домов и на месте дал еще ряд поручений штабу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев 12 июля проверил ход аварийно-восстановительных работ в Верхней Салде, часть которой оказалась в зоне затопления вместе с территориями Нижней Салды и Горно-Уральского городского округа. Глава региона поручил ускорить работу по оценке ущерба во всех трех муниципалитетах, чтобы средства как можно быстрее поступали людям. На завершение подсчетов он выделил одну неделю, подчеркнув, что деньги должны получить все люди, живущие в подтопленных домах, а не только собственники недвижимости. Все работы должны быть завершены в течение месяца. Губернатор дал также ряд других поручений штабу. Он осмотрел инфраструктуру и дома, пострадавшие от воды, встретился с местными жителями, чтобы обсудить и решить самые острые вопросы, а также с волонтерами и спасателями МЧС, которые продолжают работать на месте. И если в Нижней Салде и Горно-Уральском округе основные повреждения связаны только с наводнением, то в Верхней Салде произошел еще и разлив нефтепродуктов, вероятность площадки неработающего местного предприятия. Дома и садовые участки здесь оказались покрыты темной пленкой. Пробы уже взяли эксперты Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Исследования ведутся. Параллельно по поручению губернатора проводится очистка территории. Все обрабатывается специальным сорбентом. На сегодняшний день от жителей муниципалитета поступило около 700 заявлений о возмещении ущерба. Конечно, людям необходимо помочь и с ремонтом, и с восстановлением садовых участков. Я прошу эти вопросы, коллеги, не затягивайте. Времени у нас немного, уже июль заканчивается. Зима придет быстро. Электричество, вода, газ, дрова в домах должны быть. По каждому участку, по каждому конкретному участку, и глава, и Министерство общественной безопасности должны знать четкую рабочую дорожную карту, что мы делаем. И главное, чтобы не только, чтобы вы знали, чтобы люди были ознакомлены. Также Евгений Кувишев добавил, что санитарно-эпидемиологическое состояние на территории трех подтопленных муниципалитетов – один из ключевых вопросов сегодня. Он поручил оперативно отработать все заявки на откачку воды и просушку домов, на вывоз мусора и расчистку территории. Особое внимание, по его словам, должно быть уделено семьям с детьми. Так, Евгений Кувишев предложил рассмотреть возможность организации для детей отдыха в загородных лагерях. На то время, пока взрослые с помощью спасателей-волонтеров приводят дома в порядок. Еще одно поручение – уделить самое серьезное внимание состоянию гидротехнических сооружений, восстановлению пострадавших дорог и мостов. На этот момент движения практически везде восстановлены, но некоторые участки требуют ремонта водопропускных труб под дорогами. Стоит отметить, что к этому моменту размывы в плотинах и дамбах засыпаны и укреплены. Сооружения находятся в удовлетворительном состоянии и опасности для людей в случае повтора таких обильных осадков не представляют. Летний период – пора обновлений. Пока в школах нет детей, здания приводят в порядок к новому учебному году. Обновляются и территории детских садов – фасады, спортивные площадки, окна, ограждения, приборы освещения. О том, какие работы уже окончены, а какие продолжаются, расскажет Валерия Конева. Многие учреждения образования Новоуральска к концу лета приобретут обновленный вид. В детских садах традиционно идут масштабные работы по капитальному ремонту помещений, замене окон, кровель, крыш и реконструкции спортивных площадок. На выполнение всех ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования было выделено почти 25,5 миллионов рублей. Более 5 миллионов предоставлено на установку ограждений по периметру детских садов «Мадолгармония», замену окон и приборов освещения, ремонт фасадов зданий. Один из самых масштабных проектов этого лета – ремонт детского сада номер 29 «Одуванчик». В прошлые годы удалось сделать и лестницы третьего типа, и балкон, который выходит на центральную улицу нашего города. В этом году ремонтные работы продолжаются. И все детские сады мы, конечно же, приводим в надлежащее состояние, исполняем требования санитарного законодательства, требования пожарного законодательства и антитеррора. Помимо 29-го детского сада у нас проводятся серьезные работы по ремонту фасадов 22-го детского сада и 49-го. И в целях обеспечения безопасности, пребывания всех, дети переведены в другие детские сады, кто-то ушел отдыхать на летний оздоровительный период. Девять зданий «Мадолгармония» также обновятся. Общая сумма ремонта – 4 миллиона 800 тысяч рублей. Одно из структурных подразделений этого дошкольного образовательного учреждения, детский сад номер 48 «Радуга», в прямом смысле заиграл новыми красками. Ремонт фасада здания находится на завершающем этапе. Яркое цветовое решение было идеей инженера Светланы Кучумовой. На время строительных работ ребята остались в детском саду. Благодаря тому, что ремонт идет участками, в садике есть возможность перемещать те группы, рядом с которыми ведутся работы. Самые шумные этапы также планируются с учетом дневного отдыха детей. В 2019 году, когда проходила независимая оценка качества образовательных услуг, родители воспитанников высказали максимальное количество пожеланий, чтобы фасад детского сада был отремонтирован. В 2021 году это состоялось. Это цветовое решение будет оригинальным, единственным таким в городе, отличаться от других, потому что сразу видно, что это здание для детей. Здесь детям будет радостно, спокойно, безопасно. Подрядная организация «Ресурс» выполнила работы согласно техническому заданию. Как рассказывает директор «Ресурса», они идут в графике и сейчас уже закончены на 80%. Через полтора недели детский сад будет полностью готов. Основной состав работы – это капитальный ремонт фасада. Очень большой раздел здесь на фасаде – это ремонт межпанельных швов. Большая проблема для всех панельных зданий. В данном случае эта проблема решается за счет капитального ремонта швов. Значит, выполнен капитальный ремонт крылец всех зданий с устройством новой плитки. Ну и, соответственно, окраска, к сожалению, оставшихся еще деревянных окон на фасаде. Большинство окон, конечно, заменены уже пластиковые с нашим же участием в предыдущие годы. Ну, к сожалению, еще окна остались, значит, которые необходимо было отремонтировать. Новая спортивная площадка появилась в Ласточкином гнезде. Еще одном подразделении «Мадолгармония». Работа была непростой. Из-за рельефа местности положить асфальтовое покрытие или каменную плитку не представлялось возможным. Поэтому было принято решение всю площадку и дорожку к ней выложить мягкой резиновой плиткой. За счет трех цветов покрытия создается ощущение зонирования пространства. А все оборудование по типу ворот и колец – переносное. Теперь новая спортивная площадка – любимое место для утренних зарядок у лебедишек. Все вокруг, интересно все вокруг, каждый шаг и каждый звук. Валерия Конева, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Сотрудники ГИБДД продолжают проведение на территории нашего округа различных профилактических мероприятий. В усиленном режиме стражи правопорядка несут службу в выходные дни. Ведь именно в это время совершается больше всего правонарушений. Подробности далее. О недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения знает каждый водитель. Однако многие считают, что небольшая доза алкоголя не влияет на качество управления транспортом и не может привести к дорожно-транспортным происшествиям. При этом статистика говорит об обратном. Цифры говорят о том, что количество водителей, задержанных за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не снижается. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические мероприятия с целью пресечения подобных грубых нарушений. Одно из них, под названием «Бахус», прошло в минувшие выходные на территории Новоуральска. В прошедшие выходные у нас традиционно прошло профилактическое мероприятие, направленное на выявление водителей в состоянии опьянения. Во время проведения мероприятия нами было задержано два водителя, управляющих автомобилями в состоянии опьянения. Один водитель, не имеющий права управления транспортным средством, и один водитель был лишен права управления транспортным средством. Всего за прошедшую неделю у нами было задержано семь водителей в состоянии опьянения. Двое из этих водителей задерживали состояние опьянения повторно. На данный момент мы собираем материалы для передачи в органы дознания, для того, чтобы решить вопрос о возбуждении в отношении их уголовного дела. Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения, превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров. Все это может стать причиной серьезных аварий и невинных жертв. Хотелось бы обратиться к жителям нашего города, что если им стало известно о случаях управления водителями в состоянии опьянения автотранспортом, чтобы они нам незамедлительно сообщали об этих случаях, телефон 4-57-57-02-112. Все эти факты будут нами проверены, водители будут задержаны. Также хотелось бы обратиться к жителям города самим, ни в коем случае не садиться за автомобиль в состоянии опьянения. Если уж произошло так, что пришлось выпить, необходимо воспользоваться либо общественным транспортом, либо вызов такси. Подобные рейдовые мероприятия будут продолжаться и дальше. Главная задача здесь – не допустить трагедий. Стражи правопорядка прикладывают к этому все усилия, но в первую очередь результат зависит от каждого из нас. Виктор Малышев, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Повис на заборе 9 июля в 23.41 на заборе периметра охранной зоны города напротив дома по улице Чурина 2, запутавшись в колючей проволоке, повис мужчина 1989 года рождения. Нарушитель был задержан для дальнейших разбирательств нарядом ППС. Видео в задержании взятое с просторов интернета. Ну а сотрудникам полиции снимать горе паркурщика помогали пожарные. Сам же он не пострадал и медицинской помощи не нуждается. Средний Урал в этом году вошел в число 10 регионов страны, в которых реализуется федеральная программа «Рурбан Креатив Лаб». Организатором проекта выступает агентство стратегических инициатив. Одна из задач проекта – дать новую жизнь заброшенным промышленным площадкам или другим пространствам, где можно заниматься различными видами творчества. Это ремесленные мастерские, пленеры, выставки художников, показы дизайнерских коллекций одежды или музыкальные фестивали. Сегодня с новоуральскими площадками, которые могут стать частью федерального проекта, познакомился Вадим Самойлов, возглавляющий региональный продюсерский центр федеральной программы «Рурбан Креатив Лаб». Мария Антонова продолжит тему. Сегодня рок-музыкант Вадим Самойлов, возглавляющий региональный продюсерский центр федеральной программы «Рурбан Креатив Лаб», Познакомился с новоуральскими площадками, которые могут стать локациями для творческих лабораторий. Одна из них – это музыкальная школа. Это, конечно, не просто школа музыкальная, это школа искусств. Потому что и хореография, и компьютерные технологии музыкальные, и много других направлений синтетических, которые говорят, что это современное учебное заведение. Ну а то, что здесь есть уникальный инструмент, который, в общем-то, я думаю, у нас вообще много ли музыкальных школ в России, у которых есть такой инструмент? Я думаю, что это по пальцам, перечитать единицы, поэтому, конечно, здорово. В уникальной школе есть все необходимое для творческого развития музыкальных способностей и игры, как на классических музыкальных инструментах, так и для развития в современных направлениях, например, в диджейинге. Одной из площадок новоуральского креативного кластера может стать городской пляж. Здесь могут, например, на пленэре собираться художники, а также проводить свои концерты или фестивали музыканты. Такая точка притяжения для креативной молодежи города на красивой уральской природе. Городской пляж – одно из любимых мест семейного отдыха. Пространство может стать местом проведения мероприятий, спортивной, концертной и любой другой творческой деятельности. А в поселке Верхневенском культурный центр некоммерческой организации «Благое дело» может стать частью проекта «Рурбан Креатив Лаб», особенно для тех, кто живет по соседству с закрытым новоуральском и не имеет зонального пропуска. Центральный парк культуры и отдыха – удобная площадка для проведения масштабных городских праздников. Причем большое охраняемое пространство позволяет соблюдать необходимые меры эпидемиологической безопасности. Во-первых, конечно, тематика детская здесь прежде всего. И, конечно, детские активности. Тем более, у парка есть опыт проведения детских активностей. Поэтому музыкальные коллективы детские, театральные еще какие-то, я думаю, можно придумать какую-то локацию. Ну и, конечно, традиционно, раз уже место вот здесь перед этим замечательным игровым городком уже облюбовано горожанами. И здесь, конечно, большой галоконцерт праздничный. Это, конечно, очень хорошее место. Средний Урал в этом году вошел в число 10 регионов страны, в которых реализуется федеральная программа «Рурбан Креатив Лаб». Организатором проекта выступает агентство стратегических инициатив. Одна из задач проекта – дать новую жизнь заброшенным промышленным площадкам или другим пространствам, где можно заниматься различными видами творчества. Такими, как ремесленные мастерские, пленеры и выставки художников, показы дизайнерских коллекций одежды или музыкальные фестивали. Параллельно с организацией творческих мастерских на Уральске будут проходить креатив-сессии по упаковке идей в бизнес-проекты, которые могут приносить прибыль. Завтра, 14 июля, в 11 часов всех желающих превратить идею в успешный бизнес ждут в музейно-выставочном центре. Сегодня наша задача была посмотреть в обозримые творческие площадки, которые мы можем использовать в своем проекте. Мы будем продумывать, как эти площадки использовать в этом проекте. А завтра я приглашаю всех в 11 часов в музейно-выставочный центр. Стартует проект по развитию креативных бизнесов. То есть при поддержке атомных городов этот проект начнется завтра. Прекрасный тренер, который многие уже знают, Елена Куликова, собирает всех на креатив-сессию. В дальнейшем эти проекты будут упакованы во время акселератора в течение двух месяцев. И к сентябрю мы выйдем уже на защиту этих проектов. Подробнее о развитии проекта «Рурбан Креатив Лаб» на территории Новоуральского городского округа расскажем в наших следующих эфирах. Мария Антонова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания. Проект «Школа Росатома» объявляет голосование за лучший ролик на тему общегородского выпускного в июне нынешнего года. Итак, с 10 часов по московскому времени 14 июля до 10 часов 15 июля пройдет онлайн-голосование посетителей сайта проекта «Школа Росатома» за участников конкурса городов проекта «Школа Росатома», организующих общегородской выпускной. В конкурсе принимают участие 8 городов-участников – Балакова, Заречный, Лесной, Нововоронеж, Новоуральск, Полярные Зори, Трехгорный и Удомля. В городе, признанном победителем конкурса, в качестве приза будет организован и проведен за счет средств гранта проекта «Школа Росатома» в размере 1 млн. рублей – общегородской день знаний 1 сентября 2021 года. Города, занявшие 2 и 3 места, получат дипломы лауреата конкурса 2 и 3 степени, а также 5 путевок для детей на отраслевую смену для одаренных детей городов Росатома в 2021-2022 учебном году. Для участия в голосовании необходимо выполнить простые шаги. Зайдя на сайт проекта «Школа Росатома», перейти по ссылке «Принять участие в голосовании», полностью просмотреть конкурсный видеоролик, который хотите поддержать, нажать кнопку «Голосовать за конкурсный видеоролик». Важно! С одного компьютера можно проголосовать лишь единожды. Все гаджеты, подключенные к единой сети, будут считаться за одно устройство. Но итоговые результаты конкурса будут опубликованы на сайте «Школы Росатома» не позднее 20 июля. Мы продолжаем наш совместно с городским музеем проект «Вспомнить всех» обо всех ветеранах Великой Отечественной войны Новорайского округа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Завтра в 12 часов 30 минут смотрите в прямом эфире Новорайской вещательной кампании программу «Напрямое о главном». Она будет посвящена подведению итогов работы за первое полугодие депутатов Думы Новорайского округа. Среди вопросов конкурсной процедуры и назначения главы НГО, медицина Новорайская летняя оздоровительная кампания, выполнение наказов избирателей по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, корректировка бюджета и новая стратегия развития Новорайского округа. Гости студии НВК. Михаил Денисов, председатель Думы НГО Александр Волков, заместитель председателя Думы и председатель комиссии по муниципальной собственности и жилищно-коммунальному хозяйству. Андрей Великов, председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы. И Максим Сергеев, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению. На этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до свидания.